Сегодня обсуждают и политики, и журналисты, и в экспертной среде дискуссии серьезные насчет заявления господина Богдана, нового назначенного главы администрации, о том, что вопрос мирных договоренностей с Россией будет выноситься на референдум. Вот эта инициатива имеет место быть. Тигран, я хорошо учился в школе и даже давал списывать. Знаете, спокойно об этом говорю. Мы с вами три недели назад об этом говорили, и я говорил, что этот вопрос надо выносить на референдум. Его не имеет права решать ни президент, ни политики. Вопрос касается каждого гражданина Украины, поэтому это только референдум. И я рад, что они это делают. Не знаю. Слушают, внимают. Вот любую разумную инициативу я буду поддерживать и буду голосовать за нее в парламенте. Сегодня все критикуют за это Зеленского. Кто критикует? Скажите мне. Где у меня? Порошенко уже едва ли не извиниться попросил или потребовал Зеленского за эту инициативу. Смотрите, Порошенко может попросить извинения, во-первых, у народа, и попросить перед собой извиниться я не знаю у кого, разве что дворового отца на сегодняшний день. То, что он уже говорит, не имеет никакого значения. Он вчера. И я думаю, что еще раз, следующее, он должен разговаривать с правоохранителями и объяснять, как страна дошла до жизни такой. Куда делся Свинарчук, что делает Каноненко, Грановский и вся его клика, которая буквально доила страну все это время. Что такое референдум? Это возможность каждому гражданину высказать свое мнение. Да, мне немного, но на референдуме принимается решение большинством. И с решением большинства, большинство, меньшинство вынуждено будет смириться. Мы не можем сейчас смотреть, я видел там некоторых женщин, да, с обращениями к Зеленскому, с ребенком на руках, с посыланием его куда-то. Я бы посоветовал не обращать на это внимания. Референдум – это самая демократическая форма принятия решения. Вот все, кто считает, что этот вопрос жизненно важный, придут на избирательные участки и поставят свою галочку за то или иное решение. Вопрос, как эти вопросы, извините за тавтологию, будут сформулированы. А вот это тоже надо вести дискуссию до того, как этот референдум будет уже происходить. Надо решать подобные вопросы большинством. Это и иммунитет на любое принятое решение действующему президенту, это и максимальная форма, которая будет отражать… Если угодно, демократия, да? Демократия. А по-другому быть не может. Мало времени, к сожалению. Сегодня состоялись телефонные переговоры Путина, Меркель, Макрона. Обсуждались вновь минские соглашения, было сказано о безальтернативности Минска. Кратко ваши прогнозы, ваши ожидания и какими бы, на ваш взгляд, должны были бы быть действия новой власти в стране по урегулированию ситуации на Донбассе. Идея с референдумом, я так понимаю, она возникла. Сейчас прощупывается ситуация в обществе, как отреагируют. И будет решение принято или нет, посмотрим. Что дальше делать? Вот как, чтобы максимально ускорить процесс разрешения ситуации на Юго-Востоке? Я же говорил, необходимо… Ну, первые две поездки – это Донбасс и Российская Федерация. Это первые две поездки, которые должен сделать президент. Мы на самом деле не знаем, чего на самом деле хочет Путин и что стоит за… Или Российская Федерация, да, давайте говорить уже шире. Что стоит за Минскими соглашениями? Нет ли чего-то подковерного? Условно, там, признание Крыма российской территорией или еще каких-то требований. Это надо проводить переговоры, надо максимально открыто выходить гражданам Украины и говорить, у нас есть несколько вариантов. Друзья, давайте на референдуме решим. Я не понимаю, как Порошенко, который проиграл на выборах, может рассуждать, что украинцам можно, а что нет. Пускай выйдет без охраны и пройдется где-то улицами Киева, я посмотрю, что будет. А еще лучше в Харькове, а еще лучше где-нибудь в Донецком или Луганском регионе. Интересно, вернется он потом назад или нет? Поэтому вещать от имени Украины не имеет права. Если Зеленский пойдет путем народовластия и референдумов, это будет единственное правильное решение, за которое ему можно будет многое простить.